Когда мы говорим про Армению, следующую фразу, которую нужно сказать, держим за вас кулачки, надеемся, что у вас все получится. В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении известного российского политика к жизни Армении. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какой посыл дал политик людям, касающийся геноцида армян. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в 2015 году в своем блоге написал «Могу поспорить, что 90% читающих этот текст знают о геноциде армян не больше, чем я знал о нем неделю назад. Но жили в Турции армяне, их поубивали. Массовая резня не первая и, увы, не последняя в истории человечества. Сейчас турки отказываются признать это геноцидом, а армяне по всему миру проталкивают законы о его признании. Спор их понятен, но такой движ спустя 100 лет выглядит странным. А когда начинаешь читать свидетельства и смотреть документы, фотографии, кровь стынет в жилах и понятно из-за чего движ. Очень правильная инвестиция в будущее человечества, которую сегодня может сделать каждый из нас. Потратить немного своего времени и почитать о геноциде армян 1915 года. Это сильные слова. Вы согласны с нашим сегодняшним героем? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А мы тем временем продолжаем. В апреле Алексей Навальный заявил о видеообращении на своем ютуб-канале в 2018 году. Еще в прошлом месяце Саргсян гордился тем, что его поддерживают свыше 70% граждан Армении. Он легко выиграл выборы, он контролировал все, от банков до футбола. Ему подчинялись местные олигархи, которых он всячески поддерживал. Полиция, армия, основные СМИ. Все это было за него, отметил Навальный. По словам оппозиционера, армяне не стали терпеть обмана Саргсяна, который обещал, что будет править два президентских срока. А когда пришло время уходить, решил остаться у власти. Жители Армении отказались считать себя бесправным скотом. Случилось то, что должно происходить в нормальном обществе, пояснил Навальный. Тогда Навальный после избрания Никола Пашиняна премьер-министром написал в Твиттер. Пашинян избран премьер-министром. Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении все получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа. Не обошел вниманием Алексей Навальный и личность премьер-министра Армении. В очередном своем видео, говоря на тему новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на территории постсоветских республик и борьбы с коррупцией, выразил свою симпатию премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Есть постсоветский президент, за которым, например, я слежу гораздо больше. И мне очень нравится то, что он делает. Это президент Армении. Вот он совершенно классную вещь заявил Николу Пашиняну. Он объявил, что второй этап армянской революции. Он блокировал суды. Он призвал людей блокировать суды. Почему? Потому что они не дают ему бороться с коррупцией. Многие считают, что это такая опасная вещь. Ну, потому что, ну, ты сегодня блокировал суды, завтра блокировал еще что-то, а послезавтра ты превратился в узурпатора власти. Но тем не менее. А он сказал, что будет бороться с коррупцией. И он идет в этом направлении. Он, например, объявил, что снимет с должности всех судей, у которых есть решения, отмененные в Европейском суде по правам человека. Я просто аплодирую Пашиняну. По его словам, премьер Армении правильно поступил, и в России стоит последовать его примеру. То, что происходит в Армении, даст большую надежду, и это классно. Сказал Навальный. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи и спасибо вам большое за просмотр. Потому что то, что происходит в Армении, это, конечно, пример потрясающего единства нации, которое доказало то, что свободные люди могут добиваться перемены, что свободных людей гораздо больше.